Чехов Переплетение реальной и вымышленной историей, сцены из пьесы «Три сестры» и письма из прошлого – так все восхитительно перепутано в жизни сей, а в центре этой путаницы – любовь, побеждающая саму смерть. Ну зачем вспоминать? Сегодня, сегодня тепло, и можно окна держать настежь, а между тем березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы 11 лет назад. И я отлично помню, в Москве вот в эту пору, в начале мая, уже все в цвету, все залито солнцем, тепло. Одиннадцать лет прошло, а я помню там все, как будто выехали вчера. Вот сегодня проснулась, увидела весну, увидела массу света, и радость заволновалась в душе моей, захотелось на Родину страстно. В конце пьесы мы понимаем, что Маша никогда не увидит Вершинина, то Зинбах погиб, Чехов ушел в мир иной, и письма Ольге Киперчеховой, которую писатель ласково называл собакой, больше никогда не дойдут до него. Но спектакль дарит невероятный эмоциональный заряд фразы «Смерти нет». Отдельно стоит сказать о волшебном живом музыкальном сопровождении. Скрипка в руках Дмитрия как будто вводит в глубокий гипноз и позволяет еще полнее ощутить эмоции. Игра актрис завораживает. Эта постановка поистине непростая задача, но актеры с ней определенно справились. Елена Ксенова, Российский центр науки и культуры, Варшава.